МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я добрался до города, который некогда был резиденцией великих московских князей Ивана Грозного и Бориса Годунова. Попутным ветром занесло меня в древнейший город Подмосковья Можайск. И осмотр достопримечательностей я непременно начну с Кремля, который изображен на гербе города. Впервые этот город упоминается в 1231 году в русских летописях. Но существовал, судя по археологическим находкам, стоянок, городич, курганов много-много раньше, начиная с эпохи неолита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте, Найч. Подскажите, до бывшего Кремля Никольского храма добраться? Я что-то заплутал. Подскажете, как дойти? Вот сейчас прямо. Очень красиво. Останавливается он. Храм сам останавливается, да? Там три предела. Вот один сейчас сделаю, а второй еще сделаю. Ну, а остатки Кремля тоже, да, в небольшом количестве? Да, да, да. Ну, все там уже. Стены такие, конечно, все такие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История города Можайска тесно связана с этими печальными событиями в жизни нашей страны. Вполне заслуженно Можайск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени в 1985 году. Ведь благодаря здешним сражениям наша армия выиграла временной бонус практически неделю. Благодаря этому преимуществу советское командование успело подтянуть, куда следовало, свои резервы, и враг, подступающий к столице, был остановлен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре города мемориальный комплекс с героем Великой Отечественной войны, подогревающий память потомков вечным огнем. Во времена Великой Отечественной войны в октябре 1941 года под Можайском шли упорные бои с фашистами. Во время оккупации на территории Можайского района действовали 4 партизанских отряда. В городе есть памятное место – улица Красных партизан. А в начале 1942 года Можайск был освобожден нашей армией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще в Можайске много памятников воинам, героям, доблестным людям, которые сражались не только за свой город, но и за свое отечество. Хоть патриотизм сейчас и не в моде, но оказавшись возле такого памятника, невольно задумываешься и хочется вслух произнести – лишь бы не было войны. Можайский каменный Кремль был построен по принципу московского Китай-города. Но, к сожалению, до наших дней в первозданном виде он не сохранился. От него остались только фрагменты. А вот какие именно фрагменты мы сегодня обязательно увидим и на них посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 1616 году, до осады 1618 года, в Москву специально были приглашены каменщики из разных городов, которые получили приказ о возведении каменного Можайского Кремля. Строительство крепостных стен Можайска велось 4 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, к сожалению, эта крепость простояла недолго, и в 1802 году было принято решение использовать материал уже разбираемой Можайской крепости для возведения собора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень красивый Никольский собор воздвигли на месте Никольской надвратной церкви Можайского Кремля. Никольский собор, возвышаясь над городом, словно древний мудрец наблюдает за неспешной жизнью можайцев. Рядом с собором стоит четырехъярусная колокольня, а также небольшая одноглавая церковь Петра и Павла. Сейчас это не просто гордость города. Эти памятники архитектуры манят к себе со всех сторон паломников и туристов, а также служат вдохновением для писателей и живописцев. Вот и юные художники не оставили без внимания сие творение. У нас город славен своими архитектурными памятниками. Дети знают, что рисуют? Их немного, конечно. Мы сначала обязательно проводим какой-то такой небольшой экскурт. Каждый год наши дети, по окончании вот этого учебного процесса, насидевшись в стенах школьных, получают такую возможность выйти на пленэр. На свежий воздух. На свежий воздух, да. То есть вот эти все накопленные знания за год применить по отношению к рисунку. Попробуем разузнать об этом удивительном месте побольше. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Меня зовут Василий, староста Никольского собора. Вот, замечательно, Василий. Я делал в том, что зашел на территорию, хожу, смотрю, хочется узнать более подробно, детально об истории, о самом сооружении и вообще каких-то уникальных вещах. Это Никольский собор города Можайска, можно сказать, сердце города, который находится как раз на том самом месте, где раньше было древнее-древнее городище. Тот самый Каменный Кремль, да? Да, Каменного Кремля еще бы было укрепление, которое относится вообще к началу христианской веры. Это так называемая Никольская гора, потом она получила название. Ну, а укрепление со самого этого городища, со самой крепости Можайска началось после того, когда Юрий Данилович в 1303 году у смолян отобрал этот город и присоединил к московскому княжеству. Да, вот так. Да, и сразу он активно начал укреплять, потому что стратегическое значение Можайска, он бы понимал, как западная граница, западная граница московского княжества, было очень важно. Поэтому в первую очередь заложил Каменный Собор, тот, который сейчас называется Собор Петра и Павла. А, да. А вот на этом месте мы как раз с вами состоим почти в том месте, где был въезд в город Можайска. Здесь была крепость, крепостная башня, крепостные ворота, а на ней находился храм воздвижения Креста Господня. Вот с этой стороны? Да, вот с этой стороны именно. Но я вот смотрю, у нас остатки стен, укреплений здесь еще виднеются, да? Это правильно я понимаю? Это уже гораздо попозже время. Это остатки от забора. А-а-а. Потому что здесь вот самая обрывистая часть, самая укрепленная, можно сказать, часть, которую уже в 18-19 веке начали укреплять вот этот вот склон. Потому что под нами находится вот непосредственно, если мы с вами посмотрим здесь, старая Смоленская дорога, уникальная дорога, по которой сначала отходили от Бородинского куполя войска Михаила Иларионовича Кутузова, и за ним вслед шли войска Наполеона. Вот именно здесь? Ну а сейчас что находится здесь помимо собора? Ну, самая, конечно, главная святыня Можайская – это икона Николы Можайского, святителя Николая Можайского. Собственно, из-за чего и вот такое значение, как духовного центра Можайский получил наименование Никола Можайский. Это общеизвестная икона. Она единственная в православной церкви скульптурное изображение. Да, скульптурное. Сейчас, к сожалению, та подлинная икона находится в Третьяковской галереи, но у нас есть копия, поэтому мы можем с вами посмотреть. С удовольствием пойдем деньгами. Это и есть уникальная копия икона, да? Да, вот это вот как раз и есть образ, копия святителя Николая Чудотворца Мерликийского. Но она имеет название Никола Можайский. Потому что такого, чтобы святитель держал в руках меч и город, конечно, нет. И для святителя это неестественно. А с чем связано? Ну, это было связано с одним из событий нашего города, самых, еще на начальник, в древние времена, ну, как повествует легенда, как есть об этом сказание, что когда город был окружен врагами, и помощи ждать было неоткуда, а храм святителя Николая уже находился здесь. Ну, и к кому обратиться? И, конечно, жители города стали попламенно молиться. И святитель Николай, как скорый помощник, чудотворец, не замедлил, явить вот именно таким образом на облаке, видимый и жителям, и врагам. Он с мечом и с городом, как защищающим его, и явился для всех в таком видимом образе. После этого враги, конечно, бежали в ужасе, бежали, оставили, да, оставили осаду у города, а жители изготовили, сделали вот такой образ. И с тех пор он считается попокровителем города Можайска, а несколько лет назад и сам в виде мощей явился он к нам. Вот из города Бари нам была попривезена частица мощей святителя Николая. Вот мы входим в самую-самую древнюю из сохранившихся частей этого сосадура, да, именно здесь. Вот, смотрите, здесь у нас макет, который изображает не сами исторические стены, как они были, а именно явление Николы. Вот таким образом он явился над городом, за защитником. На облаке, да? Да, на облаке, вот так. И здесь вот изображен вроде бы въезд вот самих ворот, а ворота натуральные вот здесь, поперед вами. Да, вот эти вот ворота и сохранились. Что называлось Никольские ворота? Никольские ворота, въезд в город Можайск, в крепость Можайскую. Вот поподлинные, поподлинные оставшиеся. Вот именно отсюда, отсюда въезжали и входили сюда и государь, и весь народ, который шел на паломничество, на поклонение к иконе со святителями Николая. Остались еще, можно увидеть, видите, навесы для ворот, вот они, пьетли с вами. Кстати, видите, осталась даже бойница, которая до сих пор есть. Сохранился и небольшой фрагмент крепостной стены. Это где? А вот я сейчас вам покажу. Это у нас библиотека, есть и воскресная школа. И вот на этой стене, на которой вы видите иконы древние, как раз это и есть стена крепостная. По продолжению, по продолжению, вот в оборот. А, вон вон? Да, да, и в одно, и в другое. Вот таким и поясывал весь Можайск. До 18 века. Ну, в конце 18 века, по указу Екатерины, эти стены были разобраны, потому что крепость уже... Ну, нужда в крепости не нужна была, и граница уже была за Смоленском. Поэтому Можайск перестал быть защитником Москвы. Раньше здесь была сторожка для воинов. Они внутри города по послевоворотам находились, и использовалась она именно так. А в дальнейшем стало использоваться как склад для пороха. Ну, в общем, по послево. По послево, да, военном. Ну, и вот мы его используем для того, чтобы все-таки показать храм, где действующий. Здесь на Рождество у нас бывает вертеп, а сейчас на Воскресениях и Кресту, вот момент, когда жены мироносицы пришли на гроб помазать Христа маслом, миром, и у отваленного камня видят ангела, который говорит, не ищите живого со среди мертвых, он воскрес. Благодаря Сергею Бондарчику, когда он решил снимать фильм «Войну и мир», да, ибо были бы восстановлены вот эти вот своды, и сделана хотя бы крыша над этим собором, потому что он долгие годы состоял вот в разрухе, и стены пропитывались водой. Василий, вот колокола-то есть, и, я так понимаю, звонарь есть у вас. У нас не один звонарь. Не один даже, да? Потому что перед каждым богослужением положен за звон православным храмом. Скажите, а вот любой желающий может попробовать? Ну, хотя бы немножко услышать звон колокола. Вот в пасхальную неделю, либо в пасхальное время, да, во Вознесение, пожалуйста, как каждый может всегда, сколько ему его душе будет уходить. Захочется. Ну, сейчас, конечно, можно. Можно попробовать? Так, пойдемте. Я с удовольствием, потому что никогда в жизни этого не делал. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ладно, я не буду мучить округу отсутствием своего музыкального. Нет, у вас несколько абстрактная музыка. Василий Михайлович, спасибо огромное. Я не ожидал, что такая большая и познавательная история с нами произойдет, что я узнаю столько интересного. Я тоже рад и, пожалуйста, со своим знакомым, друзьям. Милости просим мажать. Здесь открыты всегда двери. Служба у нас ежедневно проводится в соборе. Храм открыт с утра до вечера. Попасть сюда всегда можно. Обязательно буду рассказывать. Я думаю, что еще встретимся и увидимся. Спасибо. Всего доброго. Ну а мы двигаемся дальше. Я вот тут рассуждаю, да всякие исторические факты перебираю. Почему этот город зовется Можайском? Один из вариантов, название образовано от слова «межа» – граница, в связи с пограничным расположением города в древности на рубежах русских княжеств – черниговского, смоленского, а позже московского. В древности существовало выражение «загнать за Можай», что означало выгнать врага с земель русских. С 14 века здесь, недалеко от Можайска, проходила граница московских владений. Ну а сейчас это, наверное, звучит как «а если жить за Мкадом?» Есть еще вариация на тему возникновения названия. Слово «можайск» происходит, возможно, от глагола «могу» – «можай», то есть «мужественный, могучий». Но к окончательной версии историки так и не пришли. Так что у нас с вами остается выбор. После освобождения от татаро-монгольского ига в 15 веке Московская Русь оказалась между двумя огнями – мусульманским востоком – татарские ханства и католическим западом – Литва и Польша. Кстати, принятый тогда герб русского государства – двуглавый орел, собственно, характеризовал сложившееся положение – зорко бдеть соседей-инаверцев с противоположных сторон. Польско-литовские войска были для «можайска» и друзьями, и врагами. То гостили, то громили. В начале 17 века гонимые народным ополчением Минина и Пожарского поляки и литовцы сожгли почти весь «можайск». Естественно, не постеснялись предварительно разграбить монастыри и храмы. Исчезли целые улицы. Двигаемся по современному центру «Можайска». И вот он, главный герой местных земель. После всеобщего крещения Руси князем Владимиром в 988 году святой Николай Чудотворец стал одним из любимейших цветых на русской земле. Именно этому святому в конце прошлого века здесь, в городе Можайске, был поставлен памятник. Еще Николай Чудотворец – защитник странствующих. В широком смысле слова – всех людей, как бы странствующих по дорогам жизни, а в узком – путниках. Уезжая из дому, отправляясь в дорогу или плавание, особенно дальнее и опасное, люди обращались к святому заступнику с молитвами о даровании счастливого пути и благополучного возвращения. Для меня, для путешествующего туриста, святой Николай – очень важная персона. И хочется верить, что столь приятные поездки по городам Подмосковья благополучно складываются под его незримой опекой. Богатая история Можайского края. Но где, как не в музее эту историю изучать? Отправляемся в музей? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Ольга Васильевна Федорова, научный сотрудник музея. В 1905 году при местном земстве был организован музей наглядных пособий в помощь учащимся. При участии графини Уваровой он постепенно превратился в историко-краеведческий. Можайский историко-краеведческий музей является филиалом Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Здесь, в самом городе, к сожалению, только один выставочный зал. Нет постоянной экспозиции, но всегда проводятся выставки, посвященные Можайским землям. Вот и сейчас вы можете увидеть город во всей красе и в любое время года глазами художника. В данный момент у нас выставка одного из художников, Виктора Германовича Лаврова, преподавателя Московского государственного открытого педагогического института, профессора, кандидата педагогических наук. И на нашей выставке представлено более 40 его работ, посвященных Можайскому краю. Расскажите мне поподробно, пожалуйста, с чего начинается экспозиция? В нашей выставке представлены работы, написанные здесь, на Можайской земле. Виктор Германович изображает Можайскую землю в разные времена года, в разные времена суток. Он особенно любит вот такие переходные моменты жизни природы. По, так сказать, жанру он пейзажист. Колотский монастырь. Правда, вот его строение. И колокольня, очень интересная, многоярусная. И колокольня 17 века, церковь 18 века. Колотский монастырь находится в 12 километрах западнее Бородина. Через Колотский монастырь сюда подходили французские войска. И через Колотский монастырь отступавшая русская армия подходила к Бородинскому полю. Известно, что на колокольню Колотского монастыря поднимался Наполеон. И оттуда, с высоты колокольни, наблюдал за движением русской армии, за ее расположением на Бородинском поле. И в Колотском, уже когда, накануне сражения, это 25 августа по старому стилю, именно в постройках Колотского монастыря состоялась беседа Петра Ивановича Багратиона с Денисом Давыдовым. Денис Давыдов предложил свой план ведения партизанской войны. Ольга Васильевна, спасибо за познавательную информацию, которую я получил. Ну все, всего доброго, спасибо, до свидания. До свидания. Вот такую выставку с картинками я посетил. Мы возвращаемся в самую старую часть города, чтобы увидеть еще одну легендарную достопримечательность. У подножья Соборной горы сохранилась придорожная Никольская часовня, которая была разорена в советское время, но сравнительно недавно ее восстановили. В 1818 году у этой часовни Соборное Духовенство встречало Александра I при его следовании в Варшаву. Заперта. Там две двери. И никого нет. И нам, пожалуй, пора идти дальше. Кстати, мои затраты составили примерно 200 рублей. Ну а ежели вам материальная сторона не так интересна, как само путешествие, и вы не успели все посмотреть, то заглядывайте на наш сайт. Ну а мы двигаемся дальше. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»